Верховную Божественную Личность, Више которой нет никого, можно достичь путем чистой преданности, хотя Он всегда пребывает в Своей обители, тем не менее Он вездесущ, и все находится в Нем. Итак, глава называется «Достижение Всевышнего». И здесь Кришна описывает некоторые особенности возвращения в Духовный мир. Он говорит, что эта материальная Вселенная, материальная среда является своего рода таким лабиринтом, из которого не так-то просто можно выйти. То есть люди с очень ограниченным восприятием считают, что пространство – это как ровная дорога, просто езжай по нему и все, ни камушков, ни поворотов, ничего нет. То есть они не знают о многомерности пространства, они не знают о правилах передвижения в пространстве, как есть, например, правила движения по дороге, элементарно. Точно так же есть правила передвижения в космическом пространстве. И восьмая глава описывает эти вещи. Там говорится, как, в какое время, куда нужно двигаться, чтобы не вернуться из этого мира, как действовать так, чтобы вернуться обратно. Может, некоторые хотят вернуться обратно, они хотят достичь, скажем, каких-то высших райских планет, потом опять сюда приземлиться. Это все описывается, потому что материальный мир на самом деле очень сложен. Здесь мы видим, как все регламентировано определенными законами, как передвижение из государства в государство сопряжено с определенными формальностями, оформление документов, правила всякие разные, кого-то могут остановить, кого-то могут завернуть. В том числе даже трансценденталистов иногда заворачивают. Говенда с вами рассказывал, что когда-то он много лет назад проповедовал в Израиле, и там что-то такое произошло. Нарушение паспортного режима, короче говоря, было, или как-то визу он не пролил, что-то еще такое, и попал он в черные списки в иммиграционной этой службе. И потом, много лет спустя, он говорит, лет 15, я там не был, наверное, решил опять попробовать. И там в западном мире проще все эти вопросы. Там нужно заранее визу оформлять, потому что приезжаешь в страну, и тут же в аэропорт убил визу, там ставят, и все без разговоров. Ну, по меньшей мере, для жителей западных стран. И тут, говорит, прилетаю я из Лондона в Тель-Авив, раз-раз-раз по компьютеру, и, говорит, господин Персон, он краток, до сих пор помнит. 15 лет пришло, говорит, извиняйте, отворот-поворот и обратно. Полетел с этим же рейсом в этот момент. То есть даже люди, которые находятся на духовном уровне, тем не менее в этом материальном мире должны следовать определенным правилам. Если я трансценденталист, это не обозначает, что я могу переходить улицу на красный свет. Никому, так сказать, дело нет до трансцендентности моего сознания. Это должно следовать правилам этого мира. И эти правила дальше экспансируют. Они есть в космосе, правила передвижения, правила перехода с одной полной на другую. И здесь в комментарии Шила Прабхупада очень интересно пишет, что Кришна находится всегда в своей высшей обители. И отсюда можно вывести одну интересную вещь, закономерность. Мы видим, что у людей есть тенденция переезжать в лучшие места. Каждый ищет место получше, где больше возможностей развернуться, где больше реализуются его способности, возможностей. Преданные тоже ищут эти места. Они ездят в эти места, священные места, или такие почти священные места, где часто бывают какие-то садху. То есть стремление попасть в какое-то наилучшее место присутствует в живом существе. И есть такое слово, английское, хотя оно от латыни проезжает, paradise. Paradise обозначает рай. И происходит оно от санскритского слова paradisha, или desha. Desha обозначает земля, место. Desha cala patra, место, время, обстоятельства. Desha. Итак, desha это место. Para обозначает высший. Так вот, парадеша, это то, что уже исказилось и стало этим западным paradise, райом. Итак, люди стремятся в рай, они стремятся в эту парадешу. То есть в высшую землю, в высшую обитель. Это вполне естественно. Потому что живые существа, кто бы там что ни говорил, что мы там не были, почему-то туда стремимся, если мы там никогда не были. Это естественное стремление живого существа отправиться наверх, в высшие миры. И в этом смысле сознание Кришны – это очень интересный способ подготовки путешествия на высшие планеты. Мы это делаем не при помощи механических средств. Потому что материалисты понимают эти вещи очень грубо, очень примитивно понимают. Вот Луна, вот там еще какие-то планеты, что так я не могу, ну, нужно сделать какую-то ракету. Сделали, вложили туда огромное количество денег и полетели. Хотя даже не разобрались только с этим пространством, как оно устроено. Когда первые попытки американцев полететь на Луну только начинались, этот астронавт один, который потом погиб при загадочных обстоятельствах, Армстронг, один из этих самых первых, когда только они поднимались на определенную высоту, он говорил уже тогда, «Я вас не слышу, то есть связь с Землей теряется совершенно, потому что определенные сложности возникали». И он говорил, «Как вы собираетесь нас отправить вообще на Луну?» Я уже здесь вас не слышу, уже здесь коммуникации все рвутся. 1969 год, технология тогда еще, может, была не такая сильная. Более того, совершенно они решили проигнорировать этот радиационный пояс, слой, который где-то начинается на уровне 20... Нет, по-моему, 240... Или 24 тысячи, или 240 тысяч километров, не помню. Нет, 24 тысячи километров. По-моему, над Землей начинается этот очень сильный радиационный пояс, который на самом деле преодолеть, не повредив всю аппаратуру, в принципе, невозможно. То есть радиация настолько сильна там, что фактически вся электроника летит. Она там просто плавится и летит от такого уровня радиации. И, естественно, что все современные средства связи, они построены на принципах электроники. Иначе никак не может быть. И если такая штука, скажем, ракета пролетает через этот радиационный слой, то вся техника летит. То есть контакт теряется. Коммуникационный контакт теряется. Это вещь очень простая. Фактически это обозначает, что никакой механический, механический летательный аппарат подняться на высоту выше 24 тысяч километров от Земли просто не может. Если он подымает, то с ним теряется всякая связь. И поэтому все спутники, там все, что летает, это все летает ниже этого уровня радиации. А это радиационный слой, это как некий щит такой, который защищает Землю от излишней, очень сильной радиации Солнца. Это как некая такая скорлупа. Много разных других там факторов, которые показывают, что на самом деле механическими средствами отправиться на другие планеты в принципе вообще нельзя. У меня есть интересный фильм, правда, он в английском языке. Правда, конечно, сами в прошлом году начал переписать. Серия была передач в Америке 2001 года. Недельная такая серия по 10 минут каждый день. Они объясняют, почему нельзя было попасть на Луну и в принципе нельзя попасть механическими средствами. То есть там все разбирается в деталях вообще очень хорошо, качественно сняты. Тем не менее, и изрядное количество, что-то около половины процентов американцев не верят в то, что американцы были на Луне. Они просто считают это блефом. А много таких всяких разных факторов показывает, что этого и не было. И при этом фоном иногда показывают этого официального спикера НАСА, который какого-то болванчика подсунули. Он ответил, говорит, ну, те, кто считают, что мы там не были, пусть они доказывают, что мы там не были. Вот мы были и все. То есть никаких обещаний, ничего. Просто такой сидит и все. Тут кому надо это доказать, пускай они доказывают. А мы ничего не знаем. У нас все официальные данные. Такая телега просто толкается. Без факторов, без цифр, ничего. Просто мы ничего не знаем. У нас такой проблемы нет. Только вот есть такая проблема. Кто считает, что мы не были. Ну, пускай они этой проблемой занимаются. У нас такой проблемы нет. У нас серьезная организация. Мы тут летаем. Мы готовимся и дальше лететь. Ну, в общем, у нас все хорошо. И дальше, и дальше. Как всегда, как при коммунизме. Мы достигли небывалого взлета развития экономики и всего. И мы дальше надеемся. То есть полный блеф. То есть вообще все полностью прогнило. Но если смотришь на какое-нибудь выступление съезда, никогда мы не были на такой высоте. Это небывалые достижения. И все. То есть примерно так же где-то все выглядело. И веды утверждают, что механическим способом, по меньшей мере, вот таким вот грубым механическим способом подняться на эти высшие планеты просто-напросто не представляется возможным. Тем не менее, стремление у живых существ подняться на высшие планеты есть. В эту парадишу, в эту парадешу, в эту высшее место, в этот парадайз, рай. Утерянный рай. Это состояние, которое живое существо утеряло. И его ничем невозможно заменить. Поэтому это стремление есть. Так вот, как это, может быть, не странно звучит, духовная практика, это и есть как раз сборы для того, чтобы отправиться на высшую планету. Но не какими-то механическими такими путями, а естественным путем. Еще в 59-м году Шила Павпад выпустил книгу, которая называется «Маленькое легкое путешествие к другим планетам». И там он описал всю технологию. Он говорит, что душа должна, естественно, она стремится к этой парадеши, к этому своему обитованному месту. Но она, поскольку путает себя с телом, то пытается достичь этого совершенного места в физическом теле, которое совершенно не предназначено для жизни даже на каких-то таких более высоких планетах. Даже здесь, на Земле, мы в таком теле не везде можем жить. Вот так вот просто, сейчас не можем подняться на вершину горы, которая там 8 тысяч метров, да, или сколько там, 7, чем-то. Или опуститься в таком виде я не могу, например, в Марианскую впадину. То есть даже на этой Земле, в моем теле, я не везде могу быть. Даже на этой Земле. Или где-нибудь там просто на Северном полюсе, я просто там макалею в таком состоянии. Что уж говорить о других планетах, которые совершенно представляют из себя другую среду. На некоторых живут на поверхности, на некоторых живут внутри. Много разных измерений существования. Но люди, будучи материалистами, такими трехмерными, грубыми материалистами, потому что материализм бывает ведический, настоящий материализм, когда человек понимает материю на всю ее глубину. Бывает такой дубовый, такой калиюжный, махровый материализм, трехмерный материализм. То есть это очень примитивная форма материализма. И люди, которые с таким состоянием сознания, конечно, находятся, им очень трудно понять, почему нельзя взять и сделать очень дорогую ракету и просто полететь на высшую. В чем проблема? Потому что от них скрыты более такие тонкие структуры Вселенной. И мы должны понять простую вещь, что высшую реальность в духовный мир, в эту парадэшу, невозможно войти в грубом теле. И в действительности мы имеем постоянно интересный опыт вхождения в более высокую реальность, но мы это делаем при помощи сознания. Например, когда мы читаем книгу, мы сталкиваемся с двухмерной реальностью страницы. Страница – это просто такая плоскость, двухмерная реальность. И на этой двухмерной реальности написаны какие-то значки, обозначения черной краской на белой бумаге, эти вещи. И поскольку мы ходили в школу и обучены грамоте, мы выучили буквы, выучили все эти слова, научились читать, грамматику знаем. Мы смотрим на эту двухмерную реальность, на эти просто черные значки, обозначения на странице. И своим сознанием, то есть более многомерной частью своего «я», сознание не трехмерное, как физическое тело, оно более многомерное. Вот этим своим более многомерным сознанием мы через двухмерную реальность страницы входим в многомерную реальность сюжета. Это мы делаем постоянно. Если бы, например, во мне не было ничего бы более многомерного, чем тело, чем глаза, то глядя на двухмерную страницу, я бы не видел ничего. Вот страница и все, больше ничего не могу. Например, если взять просто стенку, и там написать какие-то для меня бессмысленные знаки, или написать на каком-то языке, которого я не знаю, то я смотрю, и мое сознание через эту стенку плоскую не может в какую-то другую реальность выйти. Просто не может, потому что я не знаком с этими кодами, с этими обозначениями. Я смотрю и вижу просто стенку, и больше ничего. Но если я знаю, допустим, язык, знаю эту письменность, то эта двухмерная реальность для меня дает выход в какую-то другую многомерную реальность, благодаря моему знанию, благодаря тому, что, скажем, у меня есть какое-то дополнительное образование, еще я там язык какой-то знаю, да? И благодаря тому, что мое сознание шире, я могу войти в какую-то более глубокую реальность. И это происходит постоянно. Так вот, для того, чтобы подняться до более высокой реальности, до этой вот парадеши, высшей земли, нужно понять, что сама жизнь там иная принципиально, совсем по-другому там живут. Там живут сознанием души, хотя там тоже есть формы, конкретные формы. Но эти формы лишены такого грубого представления, примитивного представления о жизни, как здесь. И духовная жизнь, это все не игра воображения, что мы воображаем всякую духовную мир. Любой человек может написать что угодно, там, в любой сюжет я прочитал и вошел в эту реальность. Но на самом деле это просто воображение. Нет, веды описывают все очень и очень реально. В Брахмасамхите эти известные стихи в конце говорят они. Я поклоняюсь духовной обители, именуемой Швета Дзипа. Где богини удачи Лакшми в своих чистых духовных телах с любовью служат Верховному Господу Кришне, как своему единственному супругу. Каждое дерево там – трансцендентное древо желаний. Земля состоит из волшебного камня Чантамани, а вода подобна нектару. Каждое слово там – песня, а каждый шаг – танец. Любимая спутница Кришны, Флейта, всегда сопровождает его. Сияние, распространяющееся повсюду, полно трансцендентного блаженства, и на каждом шагу ощущается тонкий духовный вкус. Бесчисленные коровы постоянно дают трансцендентные океаны молока. Там нет прошлого и будущего, а вечное настоящее, не подверженное исчезновению даже на мгновение. Это обитель, известный как Галлока, лишь немногим самоосознавшим душам в этом мире. Итак, это говорит личность, у которой самое многомерное сознание во Вселенной. Это говорит Брахма. Брахма – творец материального мира, и лучше, чем он, никто не знает этого мира. И тем не менее, он сидит на вершине этого мира, на вершине этой горы Меру. И в состоянии транса, который он пережил благодаря инициации, он описывает то, что он увидел. Брахма получил посвящение непосредственно от Кришны. Кришна был его учителем. Он не знал, он посмотрел, когда Брахма родился, он вокруг только видел тьму, и все, в мглу ничего больше не было, тишина полная. И в этом состоянии он чувствовал себя, конечно, таким брошенным, немножко испуганным. Он пытался найти свои собственные истоки. Поэтому из стебель лотоса, на котором он сидел, он спускался вниз, 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 вниз. И не было этому конца. Он испугался, залез наверх опять, и там стал сидеть. И услышал из своего сердца голос, должен совершать аскезу. И Брахма стал совершать аскезу. Его аскеза состояла в медитации, в концентрации сознания. И когда сознание его полностью успокоилось, в этом сознании он увидел Кришну и увидел эту верховную обитель. То есть он услышал звуки флейты Кришны, и через эти звуки флейты, которые вошли через его уши, вошли в его сердце, Кришна передал ему эту мантру Ом. Из Ом вышла мантра Гайатри, из Гайатри вышли все веды. И благодаря этому в сердце Брахма проявилось полное знание. И он также по этому звуку, изошедшему от Кришны, пришел Кришна. То есть как вот получил солнце, можно прийти на солнце. Вот такие существуют пути. Некоторые йоги так путешествуют по солнечным лучам, могут. Точно так же по этому звуку мы можем прийти к источнику звука. Например, если вам кто-то все время кричит, там, сюда, 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 вы слышите, откуда звук идет. И вы на звук идете и приходите к источникам этого звука. Точно так же и когда Брахма слышал этот звук, то медитированный этот звук очень глубоко, он в конце концов по этому звуку вошел в обитель Кришны. И в Брахма Самхите он написал, что он увидел. Это самое совершенное существо в этом мире Брахма. Его сознание наиболее подготовленное, наиболее многомерное. В этом ценность Брахма Самхиты как такого уникального произведения. И вот он написал, что он увидел. То есть это опыт такого очищенного многомерного сознания, которым Брахма вошел в эту высшую реальность. Поэтому это не игра воображения. Здесь описывается, что духовная реальность это место, где постоянный такой праздник, на каждом шагу, где тот тонкий духовный вкус, блаженство. Здесь на каждом шагу, особенно в праздник, идешь и встречаешь всякие пьяные физиономии. Одна страшнее другой. Хотя в праздник, по идее, люди должны прогрессировать. Само понятие праздника, holiday, святой день. Святой день. То есть все праздники изначально религиозные, духовные. В этом значение праздника. То есть в эти дни люди должны прогрессировать. То есть вспоминая о Боге, какие-то ритуалы, восхваления, они должны прогрессировать эти дни. Мы же видим, что в эти дни люди страшно деградируют. Страшно деградируют своим сознанием. Потому что нет на самом деле процесса, который поднимает их сознание. И даже священники освящают яйца. То есть немыслимое невежество. Немыслимое невежество. Страшные формы невежества. Когда даже священники до такого состояния опускаются. Что говорить о людях обычных, которые, скажем, о духовной жизни очень отдаленное представление имеют. Вот поэтому так называемые все эти праздники материального мира, они помогают людям очень здорово деградировать, а не прогрессировать. Но духовная реальность, которая описывается здесь, это реальность, где вот этот Махоцава, Махоцава, постоянный праздник на каждом шагу. И он в таком состоянии всевозрастающем. Здесь современные, наши материальные тела не позволяют человеку постоянно долго радоваться. Например, если вы хотите, вы голодны, да и вы хотите поесть, но много ли вы можете съесть? Там может быть много разных блюд, но желудок очень ограничен, все очень ограничено. Вот поэтому блаженство в себя, много вместить мы не можем. Люди хотят наслаждаться чем угодно, сексом. Много ли они могут этим наслаждаться? Тело ограничено, ничего невозможно, так сказать, безграничного в этом мире делать. Но здесь в комментарии правопада говорит, что духовный обитель называется ананда-чинмая-раса. Это обозначает, что тела и вообще все субстанции, которые окружают там, обладают другой природой. Чин или чит обозначает сознание. То есть там все проникнуто в эту энергию сознания, духовной энергии. Здесь маленькие-маленькие неразвитые духовные частички сознания бьются с такими очень развитыми физическими телами. И, конечно, вся такая очень развитая материальная структура, гуми материальной природы, материальные элементы, карма, индивидуальная и совокупная, очень сильно давят на живое существо. А живые существа еще духовно не развиты, поэтому очень тяжело жить. Жить очень трудна в этом материальном мире, потому что маленькие фрагменты духовной энергии вынуждены бороться с такой очень мощной, могущественной материальной энергией, которая давит со всех сторон. И поэтому качество жизни в этом мире, конечно, не очень высокое. Поэтому люди пытаются улучшить все, но они не знают, как улучшить. И настоящая религия – это как раз то, что помогает человеку найти вот этот путь, как улучшить качество жизни. Не какими-то такими дорогостоящими, невозможными средствами, как полет на высшие планеты, ну, допустим, даже долетели, и что? Если, скажем, атмосфера не принимает эти силы наши, как адаптироваться. Но религия помогает человеку совершенно иначе этот вопрос решить. В принципе, не в какие-то такие более неестественные для себя условия перемещаясь, а именно в более естественные для души нормальные условия создать, духовный мир. Итак, знание о высшей планете – это очень тайное и редкое знание. Для большинства людей духовность – это совершенно абстрактная вещь. И Кришна готовит, на самом деле, людей постепенно к принятию этой высшей истины и знанию в этой высшей планете. Но это происходит постепенно. Допустим, много там сейчас снимается, показывается разных фильмов, какие-нибудь там, не знаете, «Звездные войны», да, или какие-нибудь там космические боевики, там, Атом и сё. И кажется, что, ну, преданные говорят, ну да, ну что это, ерунда какая-то там, да, прилетели там с одной планеты, с другой планеты и всё прочее. Но у Кришны один план есть очень интересный. Человеку полностью материалистичному невозможно сказать просто, вот есть высшая планета Кришны, там, пойдём туда и всё прочее. Люди материалистичные, им интересно что-то другое. И поэтому он готовит их к принятию вот этой вот высшей планеты через всякую такую, как бы, внешнюю билиберду, да. То есть, людям просто привыкают, их приучают к мысли о том, что есть жизнь на других планетах, что прилетают какие-то оттуда, отсюда прилетают. И люди смотрят, в принципе, ерунду какую-то, какую-то ерунду, просто какие-то космические боевики. Но за всем этим постепенно меняется их сознание, что они привыкают к мысли, что во Вселенной может быть жизнь, планеты более высокие, более низкие, там, развитые, неразвитые. То есть, когда много раз какая-то вещь говорится, постепенно люди привыкают к этой мысли. И нужно это, на самом деле, для того, чтобы в конце концов люди приняли самое высокое. Как Аристотель много лет назад изрёк одну такую интересную вещь, которая помогает кое в чём понять мир. Он сказал, что если мы наблюдаем в разных предметах одно и то же качество, но в разных количествах, это обозначает, что где-то есть место, где это качество в абсолютной мере проявлено. И пример, допустим. Мы говорим, что эта вещь красива, да, эта вещь красива. А вот эта вещь красивее. То есть, здесь красоты больше. А какая-то третья ещё красивее. То есть, мы наблюдаем красоту в разных предметах, в разном объёме. И из этого правила Аристотеля можно сделать простой вывод, что если мы наблюдаем красоту тут немножко, там немножко, здесь больше, тут меньше, то это обозначает, что есть что-то, что представляет из себя абсолютную красоту. То есть, при помощи сравнения, относительно здесь меньше, здесь больше, можно прийти к тому, что где-то есть это всё в абсолютной степени. Например, мы можем сказать, что Хабаровск севернее Владивостока, да, а Магадан севернее Хабаровска. И вот эта вот севернее, сравнительная степень, указывает, что где-то есть абсолютный север. То есть, они севернее относительно друг друга, но все они, скажем, на какой-то линии, на какой-то определённой широте относительно абсолютного севера. Понятно, да? То есть, есть какая-то конкретная точка, которая называется, скажем, северный полюс, и относительно неё все остальные точки южнее находятся, да? Вот точно так же, когда мы говорим о знании, о красоте, о богатстве, о том, о сём, о разных проявлениях, в какой-то разной степени, то можно понять, что где-то это есть в совершенной степени. Если есть планеты, которые выше нас, и те, которые ещё выше, это означает, что где-то есть высшая планета. Если где-то есть разум более высокий, чем наш, это означает, что где-то есть абсолютный разум. Если есть какая-то красота, скажем, там, есть здесь мы, а здесь райские планеты, и мы, по сравнению с жителями райских планет, не очень. На конкурсе красоты мы бы проиграли наверняка по сравнению с ними. Это обозначает, что есть планета, где вся эта красота и любовь проявлены в абсолютной степени. То есть есть утверждение некое, что-то где-то есть. Потом есть сравнение этого, где-то больше, где-то меньше. Есть абсолютная, превосходная степень, где это качество проявлено в абсолютном количестве. Итак, пользуясь этой логикой мы можем установить, что раз есть какие-то более высокие проявления жизни, более высокие формы жизни цивилизации, это значит, что есть абсолютная цивилизация, что есть абсолютная личность, есть абсолютная красота, абсолютное знание, абсолютная сила, абсолютное богатство, абсолютная слава. То есть все эти вещи в абсолютной степени. И люди интуитивно к этому всему стремятся. И здесь людей подстерегает одна маленькая опасность, потому что когда мы говорим о каком-то абсолюте, общем для всех, то здесь люди стараются исключить индивидуальные характеристики. Некоторые говорят, да, есть абсолютная истина, Бог, единый для всех, но они говорят, называть Его конкретным именем неправильно, это узкое, мы ограничиваем Бога. Например, когда Шива Прабхупада только собирался зарегистрировать общество сознания Кришны в Америке, он сказал, вот такое название придумал, международное общество сознания Кришны. Но бакты сначала о Нью-Йорке очень смутались, потому что весь арсенал измерялся просто десятью бактами в Нью-Йоркском храме. Представьте себе, что мы зарегистрировали, там, 10 человек собрались и зарегистрировали международное общество. Они никогда не верили, что это общество выйдет за пределы Нью-Йорка, никогда не верили. Но Правопад знал, что будет. И потом говорит, международное общество, это сначала у них международное слово, вызывало сомнения. Потом он говорит, что международное общество сознания Кришны. И ему сказали ученики Шила Прабхупада, что Кришна это звучит сектански. Давайте назовем международное общество сознания Бога. Это более универсально. Бог слово такое приемлемое, многие люди не против, нормальный Бог. А Кришна сразу так и Индии попахивает, кому-то Индия нравится, кому-то не нравится. Такое дело специфическое. И Прабхупада сказал, что Кришна это Бог, и Бог это Кришна. Они сказали, что в чем проблема? Конкретизируемо они говорили, что сознание Бога может быть более универсальным. Но Прабхупада сказал, что просто Вы имперсоналисты. То есть он им объяснил такую вещь. Он сказал, что абсолютное, абсолютное, это не значит обязательно лишенное личностных качеств. То есть давайте все, чтобы у нас был просто мир, дружба, развивать абстрактную любовь к абстрактному Богу. Прабхупада сказал, что это хорошее начало. Но если Вы хотите прийти к конкретному Богу, заниматься конкретными делами, то Вы должны все конкретизировать в своем сознании. То есть начало, да, Бог общий один для всех, великий сияющий абсолют. Сияющий абсолют. Мы под крышей единого сияющего абсолюта. Это хорошее начало. Но по мере приближения к этому сияющему абсолюту, что там, может быть мы ослепнем, может быть не стоит так приближаться, если он такой сияющий. Выясняется, что начальные курсы, на начальных курсах всем дается все общее. Но чем выше курс, тем уже наступает больше специализация какая-то конкретная. Так вот, люди, которые находятся на начальных этапах духовности, их устраивает Бог. Просто Бог. Просто Бог. Но люди, которые прошли абстрактные эти вот уже этапы духовности, которым хочется чего-то конкретного, они принимают конкретные вещи. Например, тот же самый Шила Прабхупада однозначно сказал, когда его спросили о судьбе искренних христиан, которые могут любить Христа, исследовать, предположим, этому процессу, но Бога как такового не знают. Именно Бога они как такового не знают. То есть их вся надежда просто на Христа. То есть они полностью верят Ему, доверяют, вкладывают в Него свое сердце, следуют за Ним и все, полагаются на Него. Куда их Он там приведет, в этом все. То есть они просто поверили в проводника целиком и полностью. И когда Прабхупаду спрашивали, какова судьба искренних вот таких христиан, он сказал, что если действительно это искренние и жаждущие прогрессы люди, то они обязательно в конце концов станут преданными. То есть это что обозначает? Это обозначает, что их абстрактная религиозность, то есть искреннее стремление к Богу, но непонятно к какому, должно в какой-то момент конкретизироваться. Оно должно конкретизироваться. Нету просто какого-то двери, на которой написано Бог. И все боятся ее открыть, потому что вдруг за ней какая-то конкретная личность. То есть всех больше устраивает абстрактная дверь. Потому что если там конкретно будет за одной дверью сидит Аллах, за другой дверью сидит Дуд, за третьей дверью сидит кто-нибудь еще, то тут не дай Бог мы передеремся. Если там устроим войну, еще чей Бог лучше. И поэтому многие люди, боясь вот этого личностного, конкретного определения, предпочитают абстрактно Бог. И это норма в начальном этапе. В начальном этапе, чтобы, так сказать, людей, может быть, не сильно шокировать. Но те, кто хотят от жизни духовной чего-то конкретного, они должны и конкретизировать свои отношения. И поэтому Прабхупада сказал, нет, мы назовем наше общество обществом сознания Кришны. Потому что Кришна, в конце концов, это Бог, это высший его аспект. Несмотря на то, что он универсален и абсолютен, из него исходят все энергии, все аспекты, и безличностный аспект Брахмана, сияния, и Параматма, которая пребывает в сердцах всех, а не только преданных Кришной. Даже в сердцах людей, которые не верят в Бога. Четырехрукая форма Бога. Четырехрукая форма Бога присутствует и осуществляется сложные функции. Если бы не он, мы бы умерли вообще, просто за него делая бы все эти вещи. Так сложно это тело физическое поддерживать. Если бы мы все эти процессы делали, это просто удавиться можно. Поэтому Параматма, находясь в нашем сердце, своим сердцознанием контролирует все сложнейшие процессы, которые находятся в нашем теле, а нам предоставляет возможность через окошки выглядывать. Мы смотрим, что здесь интересно. Солнышко блестит, птички, весна пришла. А вся эта сложная работа с нашим телом, это все Параматма берет на себя. И хотя Кришна универсален, он для всех абсолютно. Для каждого живого существа, верующего, неверующего, у него есть что-то, он что-то дает. Он обеспечивает им их карму, обеспечивает их какое-то благосостояние. Хотя он полностью универсален, это его универсальность не обозначает, что он не специфичен. Его универсальность не обозначает, что он не является конкретной личностью. Если он общий для всех, значит у него не должны быть лица. А то, не дай Бог, представьте себе, что у него там разгрез глаз какой-нибудь не такой будет, как у нас, такой или такой, или цвет кожи. И вот тут же причислят вообще какой-нибудь расе, скажут, а, это индусы. Поскольку индусы вот такие, да, то они Бога вот таким вот изображают. Вот такой у них Кришна, да. А, предположим, там кто-нибудь другой, он по-другому изобразит, да. Кто-то там обвинил Кришну вообще в каком-то там негроидном происхождении, что одна тетя, ученая, она вообще фантастическую теорию выдвинула. Посмотрев на изображение Джаганадхи Субадры Баладева, она сказала, что Джаганадхи – это источник черной расы, Баладев – источник белой расы, а Субадра, соответственно, источник желтой расы. Вот, это фантастическая теория была. Да, по меньшей мере она признает, что Кришна – это источник, да. Хотя Кришна никакой не черный вообще. Кришна говорит, тамаса парамучетэ, я выше тамаса, я выше тьмы, я выше всей этой черни, да. Мы говорим, что он темный, нет. Кришна подобен грозовому облаку, через который просвечивает солнце. Представьте себе, темное светится, темное облако, за которым яркое солнце. И поэтому он с одной стороны такой смуглый, но с другой стороны источник свету. Он говорит, я источник свету во всех светящихся объектах. Джотишама апитат джотиш, то есть из меня исходит весь свет. При этом у него смуглая комплекция, скажем так, но он не является какой-то там заслонкой черной, через которую не проходит свет. Итак, несмотря на то, что Кришна абсолютен, это не обозначает, что абсолютность – это такая имперсональность. Для всех полная такая одинаковость. Он также и специфичен. Он также имеет конкретное имя, он также имеет конкретные качества, конкретную форму, конкретный у него вкус. Он очень конкретен, и при этом он абсолютен. Но большинство людей думают так, что абсолют обозначает безличное. А когда ему ученики предлагали назвать общество сознания Бога, он говорит, вы имперсоналисты, вы не понимаете, что Бог – личность. Вы боитесь того, что Он – личность, поэтому вы прикрываетесь такими общими словами, как Бог, не зная Его специфических отличительных черт, как Кришна. И он из своих учеников, из всего мира постепенно этот имперсонализм вытряхивает. Это в его пранома-мантре звучит «Нервишеша шунья вади пашчатя деша тарине». Он все эти западные деши, западные места освобождает от всей абстрактной философии, такого универсализма, абсолютизма или относительности, чего угодно, где всячески стараются избежать личностного аспекта. Правопад в этом плане очень такой однонаправленный. И несмотря на то, что все живые существа в этом материальном мире такие разные, у каждого свои какие-то такие качества, свои особенности, есть нечто общее. И на начальном этапе духовной жизни, конечно же, мы должны подчеркивать общность всего. Допустим, мы говорим, что существует Японское море. И когда мы говорим «Японское море», мы имеем в виду именно это море, отделяя его от всех остальных морей. Это уже не черное, это уже не красное, не белое, никакое другое. То есть все эти прилагательные определяют какие-то вещи. Море – это общее название, а черное, японское или еще какое-нибудь желтое, китайское море – это уже какое-то конкретное. То есть несмотря на то, что у них есть такие внешние разные признаки, у них есть нечто общее. И общим для них является то, что это водная стихия, что она мокрая, что она определенной такой структурой. Точно так же люди в этом мире видят в основном различия, обладая таким поверхностным знанием. И поэтому они говорят «одни желтые, другие черные, белые, красные, всякие разные. У нас такая религия, у вас другая религия». То есть эти же самые прилагательные определения также цепляются на религию. Они говорят «наша религия», «наша религия». И словом «наша религия», допустим, «русская религия», они уже открещиваются от всех остальных вещей. То есть они подчеркивают какой-то временный такой внешний специфический аспект религии, теряя при этом самую суть религии. Итак, у русских русская религия, у индусов индийская религия, у мусульманская религия. И когда вот эти определения такие ставятся, то этим мы отделяем одну какую-то, скажем, религию, допустим, от всех остальных. И это очень сильно мешает людям. Поэтому какой-то элемент универсализма должен быть, что несмотря на то, что мы все разные, у нас есть нечто общее. А что у нас общее? Общее то, что мы все вечные. Общее то, что мы все вечные. То есть души все вечные. И несмотря на то, что существуют какие-то разные традиции, все эти разные традиции строятся на общих принципах. Это не делай, грехи не совершай, добродетельные поступки совершай, любовь к Богу развивай, любовь к ближнему развивай. Это общие признаки. На начальном этапе мы подчеркиваем универсализм. Пускай будет один абсолютный бог, допустим. Но по мере развития человека от всего этого такого абстрактного универсализма человек переходит уже к специфическим вещам. Если человек не ищет ничего специфического в духовной жизни, это обозначает, что он просто не растет. Он просто не растет. То есть это обозначает, что он просто висит в каком-то состоянии. Я люблю Бога. Это полная чушь. Человек говорит, я люблю Бога. А я говорю, это полная чушь. Если он не знает, как его зовут, как он выглядит, чем он занимается и все. Эти слова он сам не понимает, что он говорит этот человек. Потому что невозможно любить абстракции какие-то. Даже абстракции и те из форм состоят. Если вы посмотрите картину Василия Кандинского, композиция номер один, абстракции. Эти все абстракции, они из конкретных форм. Треугольнички, квадратики, линии, пятнышки, всякие разные вещи. То есть все конкретизировано. Просто это не имеет какой-то, может быть, единой привычной для нас формы. Поэтому для того, чтобы двигаться к Богу, необходимо углублять свою спецификацию. И самое главное, это, конечно же, уловить в религии суть. Обычно люди видят в религии ритуал. Ритуал это какая-то такая внешняя вещь. И если эта внешняя вещь не дает человеку внутреннего какого-то просветления, вкуса, люди говорят, этот ритуал это ерунда. Важно просто сердцем чувствовать, сердцем любить и так далее. Но все дело в том, что без ритуала невозможно получить суть в этом особенности. Например, если вы заболели, допустим, вам нужно идти к врачу. Это ритуал. Вы, предположим, приходите, записываетесь на прием, до этого согласовываете, здороваетесь с какой-нибудь девушкой в регистратуре, приносите какие-то свои снимки или еще что-нибудь. Это ритуал целый. И потом вы доходите до этого, скажем, кабинета, и уже к нему попадаете на прием. Он вас спрашивает, вы отвечаете, вы его спрашиваете. В конце концов он говорит, вот вам лекарство, допустим. То есть вот это суть всего этого ритуала. До этого был ритуал, очень сложный ритуал, непростой. Некоторые там в очередях долго сидят, еще что-нибудь такое. И суть этого ритуала состояла в конце концов в получении лекарства. Если человек лекарства не получил или не пользуется им, тогда этот ритуал был полностью пуст. Но если он в конце этого ритуала, все правильно сделав, получил лекарство и употребил его, допустим, как полагается, он получил некий эффект. Так вот, религиозный процесс, он тоже построен на ритуале определенном. Мы приближаемся к Богу определенным путем, как мы к врачу, через регистратуру, через секретаря, через кого-то там, через предварительные договоренности движемся. И в конце концов получаем рецепт некий, который мы должны использовать. Вот то же самое в духовной жизни, то же самое. Ритуал имеет своим смыслом подвести нас ближе к Богу и получить от него нечто, что даст нам какое-то счастье, даст нам какое-то качественное, другое сознание. И поэтому человек должен выделять, видеть в этом ритуале смысл. Это обозначает, что духовная жизнь, тот же самый ритуал, те же самые какие-то церемонии, процедуры и прочее. Это все должно быть очень-очень осознанно. И цель не просто получить какое-то лекарство и уйти там, ну все, спасибо, доктор, чао, я выздоровел и забыл. Нет. Здесь суть религии состоит в том, чтобы пройти путь от начального знакомства с Богом, от веры до любви. Это обозначает, что наша вера должна пройти через ступени очищения, привязанности. И когда человек привязан становится к Богу, то на этом уровне привязанности Господь проливает на него свою милость, и он становится уже таким квалифицированным войти в духовный мир. То есть очень важно, чтобы через ритуал и через правильное понимание, через свою практику мы приближались к Богу. Потому что если мы приближались с аспектами понимания, то что тогда будет для него стимулом? Что будет стимулом движения к Богу? Например, если вы встретили голодную собаку, и она там смотрит на вас такими глазами жадными, в ожидании, что вы сейчас что-то бросите ей. Я часто, у меня тут каждое утро, я иду, с храма мне дует махом просад, и я иду, и тут всякие разные на меня всякие существа смотрят, и пока я дохожу до дома, иногда у меня что-то остается. Итак, если мы показываем этому голодной собаке кусочек чего-нибудь, то она сразу же готова за нами бежать. И я иду, отхожу дальше, и она бежит за мной. То есть, вот этот вот, допустим, вкус или запах какого-то предмета, какого-то кусочка пищи, он вызывает у нее слюну, он стимулирует там всякие разные процессы, и поэтому она чувствует этот вкус, идет за мной. То есть, вот ее стимул. Она чувствует вкус, она чувствует, что сейчас будет возможность какая-то подкрепиться, что-то попробовать, и она идет за мной. Поэтому в духовной жизни начальный этап – это вера, когда мы привлеклись, когда мы заинтересовались, но должен быть какой-то стимул продвижения. И мы знаем, что мы, в принципе, по такому же самому механизму, как эта собака действуем. То есть, каждое живое существо движимо вкусом. Каждое живое существо. Мы движемся куда-то, совершаем какие-то аскезы, делаем что-то, какую-то работу и прочее, потому что это дает нам какой-то вкус. Если не сама деятельность, допустим, то ее плоды, мы за эти плоды можем приобрести какой-то вкус, который мы хотим, если сама работа нам не дает этот вкус. Но в любом случае, живое существо движимо вкусом. И Веданта Сутра объясняет, да, расоваясь, ага, живое существо движимо расой. То есть, вкус – это самое, оно ищет расу, оно хочет идти все время за этим вкусом. И духовная жизнь – это как раз то, что человеку должно дать вот этот более высокий вкус, которого не дает. Религия, которая просто поощряет такую вседозволенность, такие вот мирские вещи – это, скажем так, упадхарма. То есть, это то, что ставят человека в такие небольшие, не очень жесткие рамки. Ну, там, ты уж так сильно не греши, ну, хотя бы, если постишься, ну, давай, или хотя бы, вернее, что там, ну, хоть 40 дней, там, вот, можешь попаститься, хоть 40 дней. Представляете себе? Страшная аскеза – 40 дней в году не есть мясо. Вообще, вы себе можете такую аскезу представить? Представители и так всю жизнь живут, понимаете? И они не думают, что какое-то мясо нужно есть. Когда же настанет этот вожделенный день, и мне снится этот окорок, да, с ней уже? Этого нет, понимаете? Потому что мы забыли и все, забыли и все. Но люди, у которых есть этот вкус, им говорят, ну, хотя бы на 40 дней, ну, давай, хотя бы на 40 дней, потом, что хочешь. То есть, они внутренне понимают, внутренне понимают, что это хорошо. Хотя это трудно, но для чего этот пост? Он очищает человека. Если даже человек 40 дней не ест мясо и очищается, то если он не ест его всю жизнь, то он еще больше очищается. Это простая вещь, да? Иначе не стали бы запрещать то, что так полезно, да? К чему? Если это так полезно, к чему тогда запрещают? Даже хотя бы на 40 дней. Для чего? Потому что понимают, что да, это трупные яды и все прочее, там, насилие, этические аспекты, медицинские аспекты, всякие разные аспекты. Что в целом это неблагоприятно ни для тела физического, ни для тела духовного, ни для чего неблагоприятно. Поэтому хоть как-то это ограничивают. Итак, для того, чтобы развить этот вот духовный вкус, необходимо, это все поскольку не в один день происходит, очень четко понять, что такое дух и что такое материя, очень четко эти вещи разграничить. Иногда в духовной жизни, в практике люди говорят, что надо только просто слушать о Кришне. Есть такие вайшнавские группы, которые говорят, что все, что нужно, это только читать о Кришне, о Икрахарадхе и Кришне, больше ничего. Все эти лекции на тему «я не это тело», «я не это тело» — это просто для дураков, сколько можно вообще на эту тему говорить. Как Хридананда Махарадж пошутил, когда он прочитал какую-то в Москве такую, ну, очень такую правильную такую лекцию, что «я не тело», и какой-то человек спросил, говорит, «А что в саньяси отреченный человек все время говорит о каких-то вещах, я не тело, я не тело». И Хриданан Махарадж говорит, наверное, он хотел чего-нибудь пожиже, типа расы, что-нибудь такое, более жиденькое. Наверное, для него это был слишком такой твердый, неразгрызаемый факт вообще, что я не являюсь этим телом. Он говорит, на самом деле это обозначает, что человек не понимает от этого экстаза, что такое «я не тело». Потому что если мы бы встретились с человеком, который понимает, что он не тело, вы бы пережили очень много интересных духовных ощущений. Просто от того, что этот человек понимает, что он не тело, и вы находитесь рядом с ним. Потому что он ведет себя совершенно необычным образом. Он говорит, это кажется сухой истиной «я не тело», сухой истиной. Он говорит, но на самом деле человек, который так думает, он просто не понял, что такое «я не тело». Он просто не понял. Потому что если бы он понял, что такое «я не тело», реально реализовал свою жизнь, он говорит, он был бы в полном блаженстве вообще. И он всем бы об этом сообщил вообще. А вы знаете, что «я не тело», и ты тоже не тело, и он не тело, и они все не тело. И это так здорово, он бы пережил эти вещи. Но если человек слышит и думает, опять это лекция про то, что я не тело, сколько можно? Это означает, что он не понимает, что он не тело. Если человек понял, что он не тело, это означает, что его не беспокоит тело. Это значит не беспокоит тело, значит не беспокоит ум. Это значит, что во время воскресного пира можно не переедать спокойно. Это же так здорово, я не тело. Это же так здорово вообще. Я свободен от всех проблем тела и ума, я не тело. Такая глубокая вещь, понимаете? И это такое состояние вообще возвышенное. А если я не тело, то что? Предным проще, они уже знают, что Кришна. То есть это такое ощущение легкости, такое ощущение свободы от всех проблем, такое ощущение неподвластности страданию. Это очень возвышенное состояние. Но человек, который не понимает этого, и говорит унылым голосом, «Рассказали бы что-нибудь лучше про игры Радхи и Кришну». Это обозначает, что он не только не понимает Радху и Кришну, он также еще не понимает, что такое дух и что такое материя. Поэтому все эти вещи, конечно, нужно слушать о Радхе и Кришне, но для того, чтобы у нас не было мирского понимания Радхи и Кришны, то для этого нужно понять различия. Я в прошлом году в Риндауне купил одну книжку, несколько книжек, я в числе особо не вникал их, и перевод Гита Говинда, Джарадео Басами, Гита Говинда. И сам, не знаю, видимо, этот переводчик, то есть это, по-моему, не сама чисто Гита Говинда, а какое-то ее уже изложение, в чем-то там уже, от третьего лица. И это вообще Гита Говинда, это, ну, можно так сказать, если так вот по описаниям, ну, это такая духовно-эротическая литература, то есть там описываются очень сокровенные такие вещи, которых вы не найдете нигде, ни на каких вообще страницах, там, Багова, там, читания Чиритама, я ничего этого не знал, я так взял, ну, так, несколько, так, подряд все эти вещи взял, и я начал писать эту книгу, думаю, ну, как интересно, да? Дальше читаю, 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 а потом чувствую, что что-то не то с моими мозгами происходит, какие-то у меня мирские эмоции, там, что такое. И в конце концов я понял, что этот автор, так называемый этот рассказчик Гита Говинды, просто чистый материалист. Ну, это не Джая Дорога, естественно, а тот, кто уже, как бы, пересказывает все эти вещи, вот, потому что вместе с тем, что он какие-то там описания, там, переводится, этих сокровенных игр, там, Рати Келли, там, эти, Радхи и Кришны, он передает свою эмоцию, да? И поскольку он находится на материальном уровне, то эта эмоция передается также читающему, слушающему и так далее. Это Прабхупада называл профессиональными рассказчиками, которые пересказывают Бхагаватам, причем десятую песню Бхагаватам пересказывают, где там эти вот самые сокровенные вещи говорятся. Поэтому для того, чтобы понять все эти вещи на духовном уровне, изначальная, минимальная квалификация, минимальная квалификация – это реализация, что дух и материя – это совершенно разные вещи, реализация, практическая. Тогда приходит понимание. Иначе просто сюжет там. Кришна встретил Радху, попросил, сказал, что ты здесь не можешь проходить, ну-ка, давай, там, это самое, плати там дань, и все прочее. Теперь он начинает с нее там дань устребовать, ха-ха-ха, там, всякие разные там детали и все. Сюжет усвоили, ну что, да? А для того, чтобы понять, что это такое вообще, на самом деле, прочувствовать все эти эмоции, нужно быть духовным существом, духовным существом, то есть уже отдельным от материи. Итак, путь религии – это путь от веры через привязанность к любви. Это путь очень такого ясного и не фрагментарного, а постоянного понимания, что я не тело. Причем не просто, когда я там, скажем, повторяю джапу и сижу в алтарной комнате и смотрю на божества, а в повседневной жизни, когда я иду по улице, когда я там вижу разных людей, мужчин, женщин, магазины, там, разговариваю с другими. В бытовой, простой ситуации понимать это. Это не так-то просто, на самом деле. Для этого нужно быть на хорошем духовном уровне. Поэтому все должно идти постепенно от таких основ, уже такой спецификации. И для того, чтобы ум наш все больше и больше очищался, и для того, чтобы вот эти вот духовные вещи становились для нас очевидными, ничем-то таким далеким, для этого начинает каждая религия просто с того, что говорит, следуй определенным вещам внешне. Этого не делай, а это делай. Это называется витхи и нешетхи. Витхи обозначает правила, предположим, поступай, поклоняйся Господу, молись, служи и все прочее. И не делай, не кради, не лги, не прелюбодействуй, целая куча чего не делай, чего делай. То есть они примерно одинаково выглядят. Яма, не яма на языке йоги называется, на языке бхакти называется витхи и нешетхи. Вот, правила, запреты по-русски говорят. Почему это так говорится? Потому что, когда человек во внешнем мире ведет себя неправильно, какие-то совершают греховные внешние действия, то поскольку физическое тело и его тонкий ум очень тесно связаны между собой, его неправильное действие вовне сразу же отпечатывается в его уме. У него появляется беспокойство ума сразу же. А поскольку ум обеспокоился, то обеспокоенным умом невозможно понять высшую истину. Вот о чем речь. Поэтому говорится, не греши. Когда ты совершаешь внешний грех, это сразу же на сознание начаться. Сразу. Потому что тело и сознание очень ум, вернее, тонкое тело, очень тесно связаны. И пронизывает их Кришна. Мы говорили об этих трех стихиях обитания. Душа помещена в ум, тело, потом в общество, потом в космос. Эти все стихии обитания пронизаны единым законом. Единым законом. Законом гармонии и любви. Законом Кришны. И когда мы как-то действуем против Кришны, нарушая его закон, но уровень физического тела, чаще всего люди совершают какие-то глупости, не думая даже, то сразу же, чтобы они задумались, в их ум приходят страдания. Понимаете? Я бездумно совершаю грех, бездумно, и тут же в мой ум приходят страдания, которые представляют меня задуматься, что ты сделал? От параматмы такое беспокойство приходит. Итак, человек, который действует внешне неправильно, он приводит свой ум в беспокойство, и ум становится неквалифицированным для осознания Бога. Когда человек внешне телом действует правильно, этикет, такие, грубо говоря, правила, яма-не-яма, витхи-нешетхи, запреты, разрешения, когда он действует так правильно, он на внешнем уровне ведет себя согласно правилам, этикету божественному, и Кришна, будучи довольным им, дает покой его уму. И теперь в этом успокоенном уме могут отражаться эти месофизические высшие истины. То есть очень тонкая связь. Когда мы говорим, люди говорят, а почему нельзя то, почему нельзя это? Потому что вся эта внешняя греховная деятельность, она обязательно на качестве ума сказывается. А если ум такой обеспокоенный, из-за всяких наших грехов, если он оскорен низшими гуннами, которые мы неизбежно отражаем, когда мы общаемся с какими-то низшими вещами, то как таким сознанием можно Бога осознать? Это просто невозможно. Поэтому мы должны понять, что эти все внешние вещи нужны для того, чтобы подготовить внутреннее сознание. Потому что Бога мы осознаем не руками и не ногами, а мы осознаем Его своим сознанием. И сознание должно быть чисто. А всякое неверное, неправильное действие вовне обязательно сказывается на состоянии сознания. Обязательно. Поэтому для того, чтобы ум был подготовлен для восприятия Бога, для медитации, нужно внешне действовать правильно. Это основа религии. Основа. Веди себя в соответствии с правилами. Но это не суть. Это не суть. А суть в том, что эти правила подготовливают ум для восприятия Бога. А теперь от внешнего этикета человек уже приходит к внутренней сути религии. Теперь он начинает уже становиться квалифицированным, медитировать на Бога, служить, понимать и так далее. И когда человек делает все это правильно, тогда у него все в голове замечательно. Расцветает. Кришна доволен. Он проявляется. Такая у него почва хорошая. И в третьей песне Шимадбхагава там есть такой замечательный стих, где Господь, открывшись одному великому мистику, Карадаме Муни сообщает одну вещь, которая очень здорово просветляет сознание и дает такую полную картину мира. Карадаме Муни был преданным Кришне, но поскольку он жил в далекую эпоху, Сатя-югу, то его практика преданного служения внешне выглядела как аштанга-йога. То есть он занимался мистической йогой, но внутри он был бхактой. И когда в процессе его медитации ему открылся не Кришна, ему Вишна точнее открылся, надо сказать, что Кришна это особое благословение Кали-юги, это особое благословение Госпочитания. Все те, о ком мы читаем на страницах Бхагава, там Друва Махарадж, Карадама Муни и так далее, это Вишну Бхакты. То есть личности, которым доступны планеты Вайкунхи, четырехрукая форма Вишны. Кришна по милости Господа Чайтани, изначальный Бхагаван, почему-то дан только нам это. Великая эзотерическая истина. И тем не менее, когда Вишну открылся Карадама Муни, он сказал ему такой интересный стих. «Проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя. Помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, что ты сам, и все вселенные пребывают во мне, а я нахожусь в твоем сердце». Это очень глубокий стих. То есть, он говорит сначала, «Проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя». Осознать себя, кто я такой, есть, как духовное существует, это не такая простая вещь. Мы не можем это сделать самостоятельно, хотя это самосознание, это самосознание протекает под руководством. И когда человек проявляет сострадание ко всем живым существам, то этим самым он удовлетворяет Господа. В Махабхарате говорится, что человек должен относиться ко всем живым существам, как к собственным детям. Так он может удовлетворить Верховного Господа, как к собственным детям. А дети кто такие? Дети это те, кому относятся снисходительно, снисходительно и понимают, что о детях необходимо какую-то там заботу оказывать. Это и сострадание. И высшее сострадание, конечно же, это не просто к телам и к поведению этих людей снисходительно, сострадательно. А высшее сострадание это понять, что люди страдают и объяснить им способ, как перестать страдать. Помните, во время прошлой лекции я объяснял детальный стих Таттену Кампамсуса Микшаману, что Кришна сострадает, то есть он трясется вместе с нами. То есть не то, чтобы он так же, как мы страдаем, но ему больно видеть, как мы страдаем. И естественно, что если вы видите какого-то близкого человека, который страдает например от боли, вы не страдаете, вы не заболели, но он заболел. Но поскольку вы близки, вы не можете спокойно смотреть на его страдания. И вы думаете, ну как же ему помочь, как же ему помочь. И Кришна, видя наше страдание от невежества, сострадает нам. Сострадает. И поэтому объясняет нам процесс, он говорит, глупый, действуй так, так не действуй. То есть в этом его сострадание. Так вот, высшее сострадание состоит в том, что мы видим, как страдают другие, должны попытаться, по меньшей мере, попытаться объяснить, как перестать страдать, как заняться деятельностью, которая кладет конец этим страданиям, в этом высшее сострадание. То есть помочь людям развить духовную культуру, дать им Бога, дать им что-нибудь, дать им Прасад, дать им Святое Имя, дать им Кришну, дать им общение, хоть что-нибудь дать такого, трансцендивного, как писать их с Богом. Это будет высшее сострадание. Он говорит, проявляйте сострадание ко всем же муществам, ты осознаешь себя. Потому что когда человек проявляет сострадание к другим, Господь проявляет сострадание к нему. И по милости Господа, по милости Господа мы осознаем себя. Далее он говорит, помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, что ты сам и все вселенные пребывают во мне, а я нахожусь в своем сердце. Это бесстрашие тоже приходит человек только тогда, когда он понимает свою духовную природу, полностью отличную от материи. И помочь другим стать бесстрашным, как правило, помогают саньяси. В комментарии к этому стиху Шила Прабхупада говорит, что главное качество саньяси это бесстрашие. И бесстрашие состоит в том, что он порвал все внешние отношения с миром, он не получает пенсии, он не имеет каких-то поддержки и всего прочего. И он абсолютно верит в то, что находясь в руках Бога и выполняя божественную миссию, он не будет испытывать никаких проблем. Это называется состояние бесстрашия. То есть он полностью развивает свою веру в Бога и в качестве демонстрации этой своей веры он прерывает все отношения с материальным миром, чтобы показать, смотрите, я живу прямо под Богом без связи с миром и ничего. Конечно, такие радикальные формы, которые не все могут имитировать, но тем не менее, в этом особенная миссия саньяси развить абсолютную веру в Бога, нащупать ее, осуществить этот процесс и продемонстрировать всем. Смотрите, можно стоять на воздухе, можно жить, можно жить просто под Богом, просто под Богом и не хуже всех жить. В этом фактически саньяси демонстрирует этот пример полного отречения, но суть не в том, чтобы следовать за ними, суть в том, чтобы каждый в сердце действительно понял, что нечего бояться, вся материальная жизнь, все наши страховки, перестраховки, это происходит именно из-за того, что мы ищем убежище в материи, то есть мы не понимаем, что высшее ашрая, высшее убежище, это в Кришне, с десятой песни Багаватам называется ашрая, то есть убежище, то есть там, где живое существо может найти убежище, но живые существа в этом материальном мире ищут убежище в материи, в этом их глупость, потому что там, где они находят убежище, это место, представьте себе, что вы решили найти убежище в какой-нибудь яме с пауками, со змеями. Вот примерно место, где ищет убежище живое существо. То есть, одни сплошные беспокойства, а со всех сторон кусает, неудобства и все прочее. Поэтому самое главное – это понять, кто является убежищем Ашрая, Кришна. И когда человек понимает эти вещи, он становится бесстрашным. И став бесстрашным, он это бесстрашие может дать другим. Говорится, что страх – это главный принцип материального существования. Страх. Потому что и страх рождается из неведения. Вся материальная цивилизация основана на концепции страха. Что нам что-то грозит. Нам что-то грозит, поэтому нужно запасать впрок, нужно защищаться от того, предвидеть это и так далее. Очень профилактически так жить, обложиться со всех сторон, от всего защититься, застраховаться. И вот теперь можно спокойно жить. Страховые конторы, всякие разные другие фирмы, они все и всякие разные другие. Даже фирма, которая, предположим, представляет вам возможность ставить стальные двери, кого они рисуют, какого-то вора жуткого. В таких очках написано, что пока не случилось, иди к нам быстрее, покупай толстую дверь. Глазок бесплатный, еще что-нибудь такое. В таком ключе. То есть, фактически, эксплуатируется чувство страха. Эксплуатируется чувство страха. И поскольку человек думает, на эту рожу посмотрит, и он, действительно, не дай бог, пока не случилось, пойду-ка я еще вставляю эту дверь себе. Пускай вставит дверь. Суть не в этом. Суть в том, что этот принцип страха, он является таким подлежащим, главным. На нем все основано. Все основано. Люди хотели бы иметь какие-то гарантии. Но это рождается из невежества, что самому живому существу нечего бояться. Абсолютно нечего бояться. Теоретически можем это понимать. Но жить в таком сознании, конечно, могут единицы. Немногие. Это отдельные, отважные личности, которые ничего не имеют по всему миру. Путешествуют бесстрашно. И все это знание дают другим живым существам. Конечно, каждый может это делать в своем собственном объеме. В той мере, в какой это ему позволяет. И Господь говорит, что помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, что ты сам и все вселенные пребывают во мне. Ты сам, ты и все вселенные, а их много, пребывают во мне. А я нахожусь в твоем сердце. Как он там помещается? Если в нем находятся все вселенные. Это же много пространства. Представляете себе? Все вселенные находятся во мне. Значит, я такой большой. Раз во мне все вселенные, такой большой. Он говорит, а я, в котором все вселенные, в твоем сердце. Вот это Кришна, фокусник. Он может, что все вселенные находятся в нем, а он при этом со всеми вселенными, соответственно, находится в моем сердце. Это очиньте-апхеда-апхеда-татва, непостижимое, одновременное единство Господа со своими энергиями. И его отличие от них, это такая очень глубокая вещь. Мы сейчас не будем пока в эти вещи погружаться. И когда человек ведет себя так вот внешне правильно, проявляется страдание к другим, помогает им обрести бесстрашие, другие духовные качества, в конце концов он развивается сам, он становится объектом милости Господа. И благодаря личному вмешательству Господа в его жизнь он достигает определенных высот. Как Кришна сам говорит в конце Багавадгиты, что этому человеку чистое преданное служение гарантировано, что в конце он обязательно придет ко мне. Нам кажется, что чистое преданное служение это очень высокая вещь, без сомнения это так. Но мы должны понять, что для того, чтобы получить высокое качество жизни, необходимо делать все необходимое, то, что зависит от нас. И от нас требуются такие простые вещи. Сначала поставить себя в рамках культуры, сначала осознать общие принципы религии, понять, что у ритуала есть суть, и через ритуал эту суть доставать. И постепенно действовать, находясь на своем уровне, развивать вкус, который является стимулом к дальнейшему движению Кришны. Если у нас просто есть вера, но нет никакого духовного вкуса, значит нет стимула к движению дальше. Это означает, что мы просто познакомились с Кришной, а, Харе Кришна, я такой-то, такой-то, и все. И мы живем на расстоянии. Но духовная жизнь обозначает после знакомства развитие отношений. И поскольку эта личность совершенно Кришна, то по мере нашего очищения и приближения к Нему является все больше вкус. И вкус стимулирует нас двигаться дальше. То есть это ответственность преданного найти вкус в духовной жизни. И постепенно, по мере того, как бахтия человека растет, он может войти в духовную обитель. Здесь говорится, что верховную божественную личность, выше которого нет никого, можно достичь лишь путем чистой преданности. Хотя он всегда пребывает в своей обители, тем не менее он вездесущ, и все находится в нем. То есть, с одной стороны, он очень далеко, очень далеко, с другой стороны, очень близко, в самом нашем сердце находится. И процесс преданного служения, это как раз то, что связывает нас с Кришной, помогает нам развить отношения. И постепенно далекий становится близким. То есть, мы уже становимся членами его семьи Ачута Готра. В Индии есть такая традиция, когда вы приходите в какой-то храм, и там что-то хотите пожертвовать божествам. Особенно в Южной Индии, это правильно. В Пуджаре спрашивают вас, какой Готри вы принадлежите. Готра. То есть, от кого записать, там все пожертвования фиксируются. Что, да, какая Готра. И все эти Готри семьи начинаются от этих Сабтариши, великих мудрецов. Семь великих мудрецов, которые есть наша большая медведица в созвездии. И от них там пошли дальше все эти, и каждый какой-то Готри принадлежит. И однажды, когда Шилапра падал со своими учениками в одном храме в Южной Индии, они тоже там какое-то подношение божествам принесли. Пуджаре спрашивает, какая Готра? Пуджаре говорит, а чью-то Готра. Пуджаре говорит, как? Он говорит, а чью-то. А чью-то это одно из имен Кришны, непогрешимое обозначает. А чью-то Готра. Он говорит, нет такой Готра. Все Готра, это вот семь великих мудрецов, и там какие-то от них еще там экспансии всякие разные. Пуджаре говорит, а чью-то Готра? Он говорит, нет такой Готра. Пуджаре говорит, мы не из материальной семьи. Мы прямо из его семьи. Из его семьи, к которой мы из нее пришли. и мы же предлагаем. Кто так смотрел, значит, с таким удивлением. То есть люди привыкли только к материальным всеми, к материальным этим Готрам, ко всем этим мудрецам, такая сложная ведическая система, там генеалогия ведется каждого поколения, кто, откуда, там, кто, зачем, да? Прабхупада прямо говорит, ну, из-за чуда Готрам, прямо от самого Кришны, члены Его семьи. Поэтому просто передайте Ему от нас, от членов Его семьи, подношение. Ари Кришна! После просада, я видел, как двое преданных разделки отспорения на эту тему, то есть Один говорил, что смысл такой, что васту-шастра не требуется следовать шастре, васту-шастре, логическое. Чего-чего? Васту-шастра не требует чего? Не требуется и следовать для людей, которые прямо следуют Кришне, то есть им не обязательно эти все правила, вот, и что это является для людей, которые, ну, там, еще не пришли. И что? Приселились правильно. Вот. Каково, что-то, истинно-полнение вещей. Нужно ли нам, все-таки, учитывая эти вещи? Нужно в той мере, в какой мы можем это учесть, потому что полностью по васту-шастре, наверное, жить достаточно сложно, хотя наука очень полезная, поскольку васту — это пространство, как я сказал, пространство по определенным законам. Если мы грубо нарушаем законы, то мы очень сильно беспокоим полубогов, допустим, да, а полубоги являются представителями Кришны, то есть косвенным беспокоим самого Кришны. То есть, например, говорится, что, когда преданные, скажем, танцуют, допустим, там, по кругу, да, мы должны делать по часовой стрелке, потому что это естественный цикл движения. Если начинают против часовой, то они идут против всего хода Вселенной, они беспокоят полубогов сейчас, да, вот поэтому это не рекомендуется делать. Можно сказать, а мы плевать хотели, да, но мы должны смотреть на иерархию авторитета, потому что все это изначально исходит от Кришны. И поскольку все ведические науки изначально исходят от Кришны, то они ставят целью к себе, к нему-то и привести. То есть, та же самая васту в идеале, что она представляет, какую цель? Показать, что дом, дом — это дхама. То есть, само слово «дом», а санскритское слово «дхама». И в дхаме есть определенные законы. Кришна в центре, там, и так далее, все тоже, там, ориентация такая есть. И задача состоит в том, чтобы сделать из материального мира мини-дхаму, чтобы у нас здесь все было по таким же законам. И когда человек живет по таким же законам, он находится, скажем, в резонансе, он входит в унисон, в резонанс, да, с этой высшей реальностью, и все хорошо. То есть, человек, который по всем этим законам, ему легче Бога осознавать. Если я все сделаю наоборот, не обозначает, что я не осознаю Бога, это будет просто сложнее. То же самое, как время, понимаете? Вы можете ночью бодрствовать, а днем спать, вы можете сказать, что вы трансцендентны, но все-таки лучше ночью спать, а днем действовать, потому что соответствующий гун – это законы времени. То же самое, законы пространства, понимаете? Не зря там вас тушастых говорится, что там центр должен быть свободный, там, да, и так далее. Не нужно кол туда забивать, а то вдруг случайно вы обдружите, что у вас там в животе какой-нибудь кол торчит, или какую-нибудь язву себе заработаете. Потому что наше тело является продолжением нашего же дома, дом – продолжение космоса, космос – продолжение Мхамы. То есть задача всех этих наук – показать, что есть абсолютная реальность, и эти законы проецируются на все остальные слои реальности, более низкие. И теперь это выглядит вот так, да, что следует так этому, этому, этому. Для чего? Потому что эта модель дома, допустим, она воспроизводит модель Мхамы, да, там, верховный, там, во глазе и так далее. Вот, поэтому, как правило, люди приписывают себе некую трансцендентность, не обладая ей. Сегодня утром во время Шамад Бхагатама я говорил, что мы можем к трансцендентным вещам относиться нетранцендентным образом, да, и в этом проблема. Святое Имя – абсолютно, Божества – абсолютно, Шахтра – абсолютно, Прасад – абсолютно. Они трансцендентны, полностью трансцендентны. Но наше отношение к этим еще может быть нетранцендентное, да. И если я к трансцендентному просаду нетранцендентно отнесся, я буду иметь проблему со здоровьем, понимаете? Я могу переесть, или я могу там что-нибудь неправильно смешать, несовместимое и так далее. Почему трансцендентная вещь, субстанция, вызовет нетранцендентную проблему? Почему? Потому что я нетранцендентно к ней подошел, понимаете? То есть существует не просто правило приготовления и, там, предложения, а также и правило вкушения, допустим, да. Или почему Святое Имя, трансцендентное, обладающий трансцендентной природой, может не действовать на мои заплывшие жиром мозги, допустим. Почему? Потому что у меня может быть нетранцендентное отношение к святому имени. И когда я выработаю правильное отношение, то трансцендентное имя мгновенно сработает. Я буду в экстазии, буду поставить волосы, слезы из глаз, как бронзбой, как Господа Читания. Это будет естественный эффект святого имени на очищенную душу. Итак, душа чиста, абсолютно святое имя, чистое абсолютно. Но почему этого резонанса может не возникать? Потому что в уме у меня концепции, что я трансценденталист, и я плевал на то и на это. А на самом деле, перед тем, как стать трансценденталистом, еще нужно стать правильным материалистом. Правильным материалистом. Если мы неправильно к материи относимся, материя тоже проявление Кришны. Обязательно будет какая-то реакция. Если мы говорим, нам законы пространства и времени совершенно безразличны, попробуйте так жить. Попробуйте есть, спать, когда угодно. Нет, пространство и время, как правильный Кришны, поставят нас в определенные рамки. Просто поставят, и все. Потому что духовную жизнь легче практиковать тогда, когда тело спокойно. Понимаете? А если мы нарушаем законы пространства и времени, тело будет в беспокойстве. А в беспокойном теле беспокойный ум. Какое осознание Кришны? Какое осознание Кришны? Поэтому люди, я не подчеркиваю абсолютную важность этих вещей, таких как васту или астрология, но они при правильном использовании дают определенный эффект. Главное – это духовная жизнь. Нам нет необходимости, может быть, во всех это и нельзя. Невозможно просто следовать во всем. Но какие-то основные принципы законы пространства и времени неплохо знать. Потому что мы же живем здесь, живем в пространстве и времени. Как же можно игнорировать законы пространства и времени? И тем не менее, он в сердце иногда чувствуется, что какое-то внутреннее сопротивление. Как это переломить себя в целом? Это сопротивление проявляется наше несмирение, наша гордость. Это остатки нашей обусловленности, материальной природы. Нет необходимости эти вещи ломать, переламывать. То есть, достаточно того, что вы это увидели. То, что вы это увидели, то, что вам это не понравилось, это хорошо уже самому по себе. Нам нет необходимости что-то там ломать, что-то резать, ложное эго себе или друг другу. Нет необходимости такими грубыми вещами вообще заниматься. Нам нужно заниматься очень красивым, замечательным, радостным процессом очищения. Понимаете? То есть, нет необходимости много медитировать на негативное. Сколько во мне грязи. Иногда мы должны говорить об анарках, о том, о сём. Но если мы говорим только об анарках, то само это говорение об анарках от анарков нас не очистит. Мы просто поймем, какие мы вообще чумазые, поросяты, безнадёжные и всё. То есть, мы можем об этом говорить, но в позитивном контексте, показывая конкретные пути, преодоление и так далее. То есть, наша задача медитировать не на негативные вещи, а на позитивные. Просто может не хватать духовного опыта. И поэтому в уме возникает какая-то гордость или сопротивление, несмирение, бунт какой-то. Это нормально. Если вы говорите, что это происходит иногда, я вас могу поздравить. У вас большие успехи, что если только иногда у вас происходит. У некоторых это происходит чаще. У кого-то кто-то даже ещё не начал с этим работать. Поэтому, если вы иногда испытываете сопротивление Кришне, то это мелочи. Это означает, что вы уже хорошо идёте. Только иногда вас посещают такие состояния, какого-то там сопротивления. Поэтому просто необходимо позитивный процесс продолжать. И больше наполнять свой ум позитивными вещами, связанными с Кришной. И не загружаться так сильно. Негативное о себе знать надо. Но не нужно на этом делать акцента излишнего. Если мы сделаем акцент на этом, то это не будет правильно. Потому что, например, проповедь того же Шила Пропопады, духовных учителей, это позитивная проповедь. Они могут говорить, что в наших сердцах есть грязь, но в целом их подход позитивный. А если мы сделаем акцент на том, что там всё плохо, всё грязно, и вообще мы там демоны негодные, там, ну, что тогда, всё. Только осталось в гроб лечь и крышку забить, да, всё, безнадёжно, только могилу устроить. Поэтому, несмотря на эти негативные какие-то вещи, мы должны стремиться всё-таки к позитивному. И это позитивное, когда приходит свет, тьма не может удержаться, она просто уходит. С приходом позитивного, с приходом света тьма просто уходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!